Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Строительство школ, спортплощадок и ремонт дорог. Глава Сочи Анатолий Пахомов на сходе граждан Центрального района ответил на вопросы сочинцев. Вернулись из отпуска и получили штраф. Туристам, которые не платили курортный сбор за отдых в Краснодарском крае, вручили письма счастья. Музей занимательного здоровья под открытым небом. На площадках нашего двора юным сочинцам показали куклу Смоки и рассказали о вредных привычках. Посчитали зарплаты россиян. Люди, каких профессий зарабатывают в месяц больше миллиона, выяснили в Росстате. Дороги, школы, спортплощадки. На очередном сходе граждан мэр Сочи озвучил жителям Центра перспективы развития района. Также на встрече с сочинцами снова зашел разговор о судьбе площадки Ночайковского. Там, напомню, никак не могли решить, что строить – храм, спортплощадку или парковку. Ответ в материале Инги Габешия. В этом году в Сочи отремонтируют 64 дороги. 40% работ уже выполнено. В центре обновлены автомобильные дороги на улицах Конституции, Красноармейская, Несебрская, Театральная, Советская, Абрикосовая. На этот раз это не просто замена асфальтового полотна, замечает градоначальник, а ремонт по нормативам. То есть это целый комплекс мероприятий, в который входит строительство ливневок, тротуаров, установка освещения. Разницу автовладельцы уже ощутили и на сходе граждан поблагодарили власти Сочи за проделанную работу. Такой масштабный ремонт дорог стал возможен в том числе благодаря нацпроектам, в которых участвует Сочи, отмечает Пахомов. Не менее грандиозные работы на сегодняшний день реализуются и в отрасли образования. В День знаний свои двери для тысячи школьников откроют пристройки в 82-й школе и 15-й гимназии. Новый корпус появится ещё у одной школы на Макаренко – гимназии номер 6 на 1100 мест. Эта школа когда-то и была школой, но ещё в советское время она была передана нашему государственному университету в Сочинске, но это институт «Сгутик» так называемый. Сейчас он им не нужен, они нам вернули эту школу, правда в убитом состоянии, но вот за бюджет города и края мы первому декабря этого года должны её ввести. Мы надеемся, что в микрорайоне Макаренко уже в этом году достаточно будет неплохая ситуация. То есть детей по 47 человек в классах не будет. Уже железобетонно в следующем году, повторяю ещё раз, железобетонно с 1 января мы начнём строить школу на Мамайке. Наконец-то нам подтвердили финансирование. Ну а благодаря нацпроекту «Экология» в том числе в Центральном районе будут менять водопроводную сеть, отмечает Пахомов. Обсудили сочинцы с мэром и тему самостроев. Горожан попросили быть бдительными и сообщать о сомнительном строительстве. На данный момент в городе уже снесено 11 многоквартирных домов. Благодаря вмешательству главы города на улице Чайковского приостановлено строительство 16-этажки. И тем не менее данный участок стал спорным. Жители микрорайона Гагаринские хотят видеть на Чайковского спортплощадку, а представители сочинской епархии и верующие православный храм. Прошли общественные слушания. Точку же в вопросе поставит опрос населения. И если решением большинства будет отдано предпочтение спортивной площадке, то власти готовы реализовать данный проект. Муниципалитет построит. Никакие нам инвесторы не нужны, потому что любой инвестор спортивного объекта, либо какого-то иного, он все равно хочет, значит, он обязательно хочет иметь выгоду. Эта площадка передастся департаменту спорта, и мы за муниципальные деньги построим универсальную спортивную большую площадку и плоскостную парковку. Будет спортивная площадка, жителям нравится, будет хорошая спортивная площадка, но без всяких парковок и без всяких инвесторов. Муниципальная, значит, доступная, свободная и так дальше. Под нашим департаментом спорта. Правильно? Ну вот и все. Обсудили с горожанами и обустройство островков безопасности во дворах жилых домов. Такие зоны будут предназначены для спецтранспорта. В первую очередь для пожарных машин. Это вопрос безопасности, подчеркивает Анатолий Пахомов. В ближайшее время работу начнет пожарная инспекция. Участие в решении вопроса должны принять и общественники. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Ну и снова о безопасности. Только теперь на дорогах. Почти полсотни водителей и пешеходов привлекли к административной ответственности за один день. В Сочи сотрудники госавтоинспекции проводят рейды, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов. В центре внимания инспекторов водители, которые не предоставляют преимущества пешеходам. На вопрос полицейских о причине нарушения водители, как правило, отвечают, что не заметили пешехода или очень спешат. Составляя административный материал, полицейские объясняют нарушителю, к каким последствиям приводит такая невнимательность. На примерах ДТП, которые достаточно часто случаются на сочинских дорогах. В этом году количество аварий увеличилось на 20%. Дополнительные наряды ДПС дежурят там, где часто ДТП случаются по вине пешеходов. К административной ответственности в ходе рейдов привлекали и их, тех, которые переходят дорогу в неположенном месте, рискуя здоровьем и жизнью. Госавтоинспекция города Сочи на постоянной основе проводит рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение о ДТП с участием пешеходов. Водитель, не пропустивший пешехода, привлекается к административной ответственности по статье 12.18 Кодекса административных правонарушений. Пешеходы, переходящие в проезжую часть дороги в неустановленном месте, привлекаются по статье 12.29, только за один день к административной ответственности за данные нарушения было привлечено 28 водителей и 18 пешеходов. Они заплатят штрафы. В Сочи действительно увеличилось количество ДТП. Очередная авария произошла сегодня днем в тоннеле на трассе Адлер-Красная Поляна. Водитель легковушки не справился с управлением. В результате автомобиль ГАЗ столкнулся с иномаркой. Удар был настолько мощным, что кузов ГАЗа буквально разорвался на части. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек. Но еще одна злободневная тема – это обманутые дольщики. Эту тему обсудили на очередном совещании в мэрии Сочи. Сотрудники прокуратуры города совместно с мэром курорта Анатолием Пахомовым провели заседание межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения прав участников долевого строительства. Продолжит Татьяна Говоркова. На встречу были приглашены представители Краевого департамента по надзору в строительной сфере, УВД, службы судебных приставов и ресурсоснабжающих организаций. В основной повестке дня – проблемы пяти домов, застройщиком которых был сочинец Анзор Пруидзе. У каждого из этих ЖК своя степень готовности. Где-то не подключена вода, электроэнергия, где-то нет документов на тех присоединения городским сетям. Где-то и вовсе дома не построены. За мошеннические действия застройщик Пруидзе уже осужден. Теперь обманутым дольщикам необходимо за свой счет достраивать дома, но многие признаются – собрать необходимую сумму не получается. В некоторых случаях на помощь приходят инвесторы. Так, для достройки ЖК Москва, что на депутатской 10 мэрия Сочи помогла подобрать инвестора. Это группа компаний Альпика. Компания уже вложила 20 миллионов рублей на обустройство теплотрассы, покупку индивидуального теплового пункта и внутренние электротехнические работы. Еще 10 миллионов будут перечислены на доработку. А вот собственники квартир в ЖК Горка на Первомайской самостоятельно собирают средства и вкладывают их в достройку многоэтажки. Она уже готова на 80%. Внутренние работы завершены, установлены лифты, проведены наружные сети электроснабжения. Трубы водоснабжения и водоотведения готовы, теперь необходимо оформить документацию на присоединение. И здесь позиция у главы Сочи твердая. Нельзя допустить, чтобы этот процесс затягивался из-за нерасторопности ресурсников. Если у вас с предприятиями жизнеобеспечения есть проблемы, о которых мы сказали, вот мы договорились, вы пришли. Что-то не так, приходите ко мне. Есть безвыходность, есть проблемы. Вот то, что не договорились, либо вас не встретили, быстро ко мне в приемную. Я вам говорил не раз, что надо прийти ко мне. Я тогда буду видеть ваше участие, буду видеть, что там кто-то из них неправильно себя ведет. Решение проблем обманутых дольщиков в Сочи – одна из важнейших задач властей города. В начале прошлого года в перечне проблемных значилось 28 объектов. Благодаря координационной работе муниципалитетов в 10 ЖК проблемы полностью решены. Еще в шести найдены инвесторы на достройку. Работы по строительству уже возобновлены. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Туристы после возвращения из отдыха с курортов Краснодарского края начали получать штрафы. Такие письма счастья приходят тем, кто во время отдыха не платил курортный сбор. Некоторые гости курортов делали вид, что не знают об этом виде сбора. Другие думали, что он уже включен в стоимость тура. Третьи просто демонстративно отказывались отдавать деньги. Ассоциация туроператоров России сообщила, что после отдыха на Кубани некоторые россияне начали получать письма счастья о штрафах в размере 5000 рублей. В региональном министерстве курортов подчеркнули, что информация о сумме взыскания не соответствует действительности. Максимальная сумма штрафа за неуплату сбора – 2000. Сумма регламентирована краевым законом. Я напомню, размер курортного сбора в Сочи составляет 10 рублей в сутки. В эксперименте принимают участие также Анапа, Геленджик, Горячий ключ и четыре поселения Туапсинского района. Сбор за пребывание на курортах Кубани с момента его введения отказались платить около 600 туристов. Краевой бюджет по итогам первого года эксперимента получил почти 110 миллионов рублей, при прогнозе всего в 70 миллионов. В Кубани-Нерго новый генеральный директор. Им стал Сергей Сергеев. Сегодня губернатору Краснодарского края. Его представил председатель правления компании «Россети». На рабочей встрече Вениамин Кондратьев и Павел Левинский также обсудили задачи, которые стоят перед регионом. В первую очередь это снижение энергодефицита и доступная инфраструктура для инвестиционных проектов. Хочу вам сказать во благодарности за неустанное внимание к нашему краю. Для нас это очень важно, потому что это внушает надежду, что проблемы с энергодефицитом нашего региона мы все-таки преодолеем. Непростая эта задача, потому что сегодня, безусловно, от энергомощности зависит и экономическое развитие нашего края, реализация инвестпроектов, которые сегодня у нас очень активно в нашем крае запускаются. И даже могу сказать, что около 600 инвестпроектов у нас находятся в активной стадии реализации. И вот 20%, которые не могут быть реализованы из-за отсутствия все-таки электричества. И для нас сегодня это принципиально важно, потому что это тоже деньги, существенные деньги, бюджет в виде налогов, а самое главное это рабочие места, а в целом это производство, которое сегодня нужны, необходимы экономике. Немаловажно еще отметить в том, что сегодня новый руководитель Сергей Владимирович, уроженец нашего края, он знает не понаслышке о проблемах нашего региона. Я уверен, что с таким подходом, с ощущением личной, собственной ответственности за результат мы добьемся очень серьезных результатов. На особом контроле держим работоспособность сетевого хозяйства. И, конечно же, то, что вы отметили, задача одна из важнейших, которая стоит перед Сергеем Владимировичем и в целом перед холдингом Россети вместе с краем решить вопрос консолидации сетевых активов. Надежное бесперебойное энергоснабжение, особенно в период отпусков курортного времени, для нас важно обеспечить для жителей Краснодарского края гостей. Кроме этого, компания нацелена на снижение энергопотерь. Также в реконструкции на территории региона нуждаются около 40 электроподстанций. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин О сотрудничестве России и Белоруссии говорили в Санкт-Петербурге. Там прошел форум регионов двух стран. В этом году он посвящен теме формирования единого культурного и гуманитарного пространства. В северной столице собрались главы регионов, которые тесно сотрудничают с соседней республикой, в том числе и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Главным событием стало пленарное заседание, в котором приняли участие лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Наши краснодарские коллеги с подробностями из города на Неве. Российско-белорусский форум уже шестой по счету. В этом году лидеры двух стран, главы субъектов и представители бизнес-сообщества собрались в Санкт-Петербурге. Такая деловая площадка как форум отлично подходит для формирования прямых контактов между регионами двух стран. Ведь нас связывает не только союзное государство, но и сотрудничество в различных сферах от сельского хозяйства до науки. Участников форума регионов двух государств в этом году гостеприимно принимает Таврический дворец. Его называют колыбелью российского парламентаризма. Еще в 1906 году здесь заседала Первая Государственная Дума. И уже сегодня в этих стенах продолжают обсуждать и принимать важные для страны решения. Последние два дня здесь говорят о том, как создать между Россией и Белоруссией единое культурное и гуманитарное пространство. Центральное событие форума – пленарное заседание, в котором приняли участие главы двух стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко. С Белоруссией сотрудничает 80 регионов, среди них и Краснодарский край. Российский лидер назвал жителей республики друзьями и отметил, что такие встречи региональных властей двух стран играют важную роль в развитии надежных партнерских отношений. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере. Целый ряд межрегиональных документов подписан и в рамках нынешнего форума. Рассчитываем, что их реализация будет способствовать дальнейшему укреплению российско-белорусского партнерства практически во всех ключевых направлениях. На шестом форуме регионов России и Белоруссии больше тысячи участников, представителей обеих стран, главы ключевых ведомств, министерств, руководители регионов, а также представители деловых кругов. Ведь выстраивание прямых связей между отдельными компаниями и есть одна из главных задач этой площадки. На полях форума глава Кубани Вениамин Кондратьев встретился с губернатором Минской области Анатолием Исаченко. График настолько плотный, что детали сотрудничества обсуждает буквально на ходу. В прошлом году товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией составил 356 миллионов долларов. Это около 3% от общего оборота региона. Более 40 компаний экспортируют свою продукцию в соседнюю республику. Можно сказать, что кубанские и белорусские товары соседствуют на одной магазинной полке. И здесь удается найти компромисс, отметил губернатор края. Рынок, он сам определяет к вопросу прозрачности и возможности. Мы сегодня максимально ту продукцию, которую производим в крае, позиционируем среди местного населения, среди жителей, которое также очень востребовано. Вот здесь не должно быть обид. Если на самом деле продукция, которая производится в нашем регионе, молочная и иная, востребована, а продукцию из Белоруссии не покупают или в меньших объемах покупают, здесь нету никакой политики. Это просто рынок, который определяет спрос. Поэтому здесь все по-честному. Мы должны просто честно сказать, что на самом деле мы затовариваем, потому что у нас качественная продукция, у них качественная продукция, но потребитель сам, покупая, голосует за ту или иную продукцию, которую он покупает, вне всякой политики. Кубань готова расширять сферы сотрудничества. Взаимовыгодным направлением является не только сельское хозяйство, но и легкая промышленность. Белоруссия славится своим текстилем и качественным сырьем. В свою очередь Краснодарский край готов наладить поставки натуральных тканей из соседней республики. Перспективы сотрудничества есть и в культурно-гуманитарном направлении. Белорусская страна заинтересована в молодежных обменах для школьников и студентов. Краснодарский край, в частности, очень хорошо сохранил систему профтехобразования. И вот вчера на совместной площадке с Белоруссией мы обсуждали тему о необходимости повышения квалификации преподавателей колледжей профтехобразования с тем, чтобы новые современные технологии преподавали ребятам. Ну, в общем, достаточно много вот таких, скажем, точек приложения. И, что интересно, есть большое желание с тем, чтобы сотрудничать как вот российских государственных институтов, так и Белоруссии. Политическое и экономическое взаимодействие России и Белоруссии укрепляет и вне форума. Для двух стран этот год юбилейный. В декабре исполняется 20 лет со дня в подписании договора о создании союзного государства. Яна Бузычкина, Денис Перец, Кубань-24, Санкт-Петербург. В Сочи состоялось заседание общественного совета по вопросам охраны здоровья при главе города. Это первое заседание после того, как медицинские учреждения города перешли в краевое управление. Что изменилось в связи с этим переходом, расскажем далее. Общественный совет по здравоохранению был создан в 2014 году. Теперь он называется «Совет по вопросам охраны здоровья». Но неизменившееся название не то, что все поликлиники и больницы подчиняются краевому министерству здравоохранения, для людей большой роли не играет. Им важно вовремя получить квалифицированную помощь. А задача совета – контролировать, чтобы отрасль здравоохранения в городе работала как часы. Более того, к общественникам присоединятся волонтеры серебряного возраста и представители общественных организаций. Все могут и должны, в общем-то, мониторить ситуацию в здравоохранении. И при выявлении каких-то недостатков, я думаю, необходимо информировать Марину Августовну для того, чтобы мы вовремя смогли отреагировать на данные ситуации. Мэр против того, чтобы между врачами или специалистами аптек и пациентами возникала социальная напряженность. Тем более, иной раз проблемы бывают из-за недопонимания. Например, если в одной муниципальной аптеке нет лекарства, не проблема доставить его из такой же аптеки другого района. Заявка как собиралась с каждого рядового врача, знающего каждого-каждого больного своего, так и продолжает в том же самом порядке все это собираться. Закупает льготное лекарственное средство Краевое министерство здравоохранения. Далее медицинские препараты поступают в муниципальные аптеки города. Их в Сочи 16. И если в одной из них отказали в предоставлении лекарства, достаточно позвонить по телефону горячей линии здравоохранения 8-988-285-99-95. Все жалобы, поступающие на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме, рассматриваются в течение суток отделом по координации медицинской помощи. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. С новым рекордом финишировали первыми в России. В Краснодарском крае завершили летнюю жатву. По итогам уборки полей в хранилище отправились свыше 11 миллионов 100 тысяч тонн зерна. Это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Такого крупного урожая на Кубани еще не было. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, регион еще раз доказал, что является гарантом продовольственной безопасности всей России. Чтобы оправдать этот титул, мы из года в год держим марку. Выводим на поля самые современные тракторы и комбайны, подключаем к работе ученых, создаем высокопродуктивные сорта, следим за качеством почвы. Мы получили урожай пшеницы преимущественно третьего и четвертого классов, самых востребованных на сегодняшний день. Губернатор Краснодарского края поблагодарил всех аграриев Кубани за их труд. Именно они помогли добиться рекордных урожаев. Лето должно быть не только веселым, но и познавательным. Так решили сотрудники музея здоровья и отправились на детские площадки нашего двора. Таких в Сочи сегодня работает 147. Там для детей проводят различные спортивные и творческие мероприятия, ну и полезные уроки. О занимательном музее здоровья расскажет Елена Овсецина. Для ребят развернули целую экспозицию необычных предметов. Таких интерактивных экспонатов разработано учеными из Волгограда более 100. Здесь на детской площадке по улице Рос их представлено 12. В музее здоровья, который работает в Адлере, экспонатов 25. Все со смыслом помощники в представлении таких программ, как «Буд здоров питание», «Овреде курения и алкоголя», «Сделай себя сам и другие». За счет того, что мы показываем им наглядно и каждый ребенок непосредственно принимает участие в самом эксперименте и опыте, он наглядно видит, что это из себя представляет. Вот, например, кукла Смоки. Чтобы объяснить детям, насколько вредно курить, приходится дать ей сигарету и показать, насколько пагубно она действует на организм всего за несколько секунд. Вот это вот то пятно смолы, которое сейчас образовалось за три секунды курения. Можно себе представить, да, что происходит, если человек выкуривает полностью сигарету, а не говоря уже о том, если он курит пачку в день. Проект «Музей занимательного здоровья» молодой, ему только два года. В нем участвуют 20 городов России, в том числе и Сочи. И, конечно, мы хотим и в этой области поработать, в том числе и с молодежью, в том числе и на площадках нашего двора, пока у нас идет лето. И как раз мы стараемся все больше и больше разнообразить досуг нашей молодежи. Служителями часто становятся не только дети, но их родители, бабушки и дедушки потом все вместе дома обсуждают увиденные на площадке. Тут же можно проверить скорость своей реакции, узнать, насколько уязвим мозг и составить меню по ладошке. А вовремя полученная информация убережет их в будущем от пагубных привычек. Именно в младшем возрасте закладываются эти привычки и интересы, и их нужно сформировать. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Росстат назвал количество россиян миллионеров. Ведомство опубликовало доклад по результатам исследования размера зарплат жителей страны. Оно было проведено, по данным за апрель 2019 года, и охватило более 27 миллионов человек и более 100 тысяч крупных и средних предприятий страны. Так, по данным Федеральной службы статистики, 11 287 граждан имеют зарплату более 1 миллиона рублей в месяц. Самые большие зарплаты у сотрудников сферы культуры, спорта, а также организаций досуга и развлечений – почти 6 миллионов в месяц. Не отстают нефтяники, производители химических веществ и лекарств с зарплатами в 2,7 миллиона рублей. В Росстате добавляют, что за два года число работников с миллионными зарплатами увеличилось на 38%. При этом более 2,5 миллионов россиян получают в месяц в районе 33-40 тысяч рублей, а более 775 тысяч человек зарабатывают в месяц меньше 11 тысяч рублей. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й, а также в социальных сетях в группах Говорит Сочи, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе Говорит Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.